Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее историю. Вы тоже можете ставить свои комментарии, что-то посоветовать. Сразу говорю, письмо будет большое, поэтому я в нем сразу буду останавливаться. Мне сейчас 33 года, давно живу в Москве, в разводе. Есть ребенок 7 лет. Родилась и выросла на Кавказе в мусульманской светской семье. Воспитывали меня мама, ее родители. Отец погиб. Все началось с моей поездки в турецкий Белег. На тот момент я была в депрессии, и меня туда с ребенком отправила мать. Ранее никогда не ездила в Турцию. Но после того, как меня бывший муж бросил и предал, я была подавлена и расстроена. Все эти перемены в настроении отражались как на мне и в моем внешнем виде, так и в работе. Я стала очень рассеянной. Мать решила меня поддержать, подарила тур, путевку для меня и моей дочери. До окончания отпуска оставалось несколько дней. Мой телеграмм был завален сообщениями от местных мачо. Вечерами я и моя дочь занимались тем, что каждого блокировали. Это такой ритуал перед сном был у нас с момента, как мы приехали туда. Но на одном из моих дочь остановилась, и у него было много видео черепашек, кошек, всякой живности. Я посмотрела чат с ним, он писал на протяжении нескольких дней. Я ему ответила вопросом, где можно выпустить черепаху в море. Он ответил, что сезон прошел, и завязалась переписка ни о чем. Однажды я пожаловалась на отвратительный кофе и сказала, что собираюсь сходить в Старабекс, который находится в парк Легенд. На что он сказал, что тоже придет. Я ответила ему, чтобы со мной не тратил время, не собиралась с ним спать, что денег у меня тоже нет, и ловить с меня нечего. Наслышана про турецких мачо, и Наташ, и так далее. Он даже обиделся. Но мне было все равно. Я с ним не церемонилась и была груба, общалась на твари. Так вот, время встречи не обозначила. Просто написала, что с дочерью идем в парк Легенд, и все на этом. У меня интернет ловил только в отеле. Ребенка я сразу предупредила, что к нам хочет прийти друг из телеграммы, у кого черепашки. Сидим с ней, едим чизкейк. И тут мужчина к нам подсаживается. Я турецкий знаю базово. Больше понимаю, чем говорю английский. Тоже базово. Он болтает, спрашивает, что мы с дочерью переглядываемся, смеемся над ним, потому что он очень эмоционально рассказывал, объяснял, показывал все это. Я планировала эту встречу минут на 20, пока мы там сидим. Думала, ну вот, посмотрит на нас, а мы на него пойдем по своим делам. Но нет, он пошел за нами, спрашивая меня, не спрашивая меня, много восклицательных знаков, взял за руку ребенка и повернул в детский магазин. Объяснил ребенку, чтобы она брала все, что захочет. Ну, блин, такой стандартный подкат через ребенка к матери, господи, вообще золотыми нитками писано. Это везде работает, со всеми всегда, ничего нового. Ну, конечно, ребенок выбрал очень дорогую игрушку, я забрала и положила на место, на что он сказал, чтобы я не вмешивалась, он покупает для нее. Но я не хотела, чтобы ему что-то быть обязанной, нашли компромисс, выбрали что-то не очень дорогое. Вот, давайте вот здесь сразу начнем. Я не хочу быть обязанной. Он говорит, это моя инициатива, я к тебе подкатываю через твоего ребенка. Блин, берите самое дорогое. Ребенок, это желание ребенка, игрушку, которую она выбрала. Пусть покупает. Зачем вы? Вот видите, не хочу быть обязанной, не умею, принимать началось. Моя самооценка, мне диктуют вот это. Неправильное поведение. Человек хочет, дарит. Не хотел, не позвал бы. То есть он должен был об этом подумать. О стоимости подарка не вы, когда он взял ребенка за руку и сказал фразу, покупай все, что ты хочешь, я тебя не ограничу. Ребенок и выбрал. Вы знаете, что этим действием вы ребенку обрубаете его желание, его заставляете заговориться на что-то подешевле. Ему вы говорите, не надо на нас тратить, мы так, я, мы тебе, ничем не обязаны. Типа дистанцию рисуете. Поймите, если вы хотите дистанции, вы бы не пошли на свидание. Или, когда он взял вашего ребенка за руку, вы бы сказали, не бери моего ребенка за руку, вы бы не промолчали. Вот это, может быть грубое, но да, очерчение, очерчивание дистанции, границы и так далее. Почему вы не сказали, ты кто такой, почему ты берешь моего ребенка за руку? В чем проблема? Вы же этого не сделали. Не остановили. Соответственно, зачем восстанавливаете по вопросу про деньги? Он уже сказал, пусть делает. В чем проблема? Проверьте его. Он взрослый человек, он отвечает за свои поступки. Если ты делаешь, значит он рассчитывает на себя, на свой кошелек и так далее. Это его проблемы, назовем так. Давайте дальше. Вот мы гуляем, он начинает рассказывать себе так, словно на собеседование. Я на все это реагирую хмылкой, пожимаю плечами, говорю мне, твои сказки неинтересны. Мне действительно не было все это интересно, но на вид он был симпатичный. Он остановился, показывает с какого-то сайта информацию, что его фамилия, где он родился, дата рождения, кто отец, мать, что он в разводе, что у него есть дети. Теперь о нем. Ему 46, на момент знакомства родился, вырос в Анкаре, работает в исламском отеле Анталии. Он живет и работает там круглый год за исключением отпуска. Отпуск несколько дней, если не ошибаюсь, 14. В Анкаре живут его мать, брат, великовозрастный, не работает и не хочет понять, не имея на что он живет, сестра и замужем дети. Вот про таких братьев, знаете, тут таких очень часто, в каждой семье, наверное, такие есть. Он был женат, развелся, есть двое детей, студенты, дочки 19, 21 год сыну. Причину развода называют, что ее семья закрыта и мусульмане, а их семья нет, что ее отец всегда был против него и в итоге развелись. Мы с ним встретились еще на следующий день. В тот же день я ему сказала, что завтра мы уезжаем. Он хотел нас проводить, но я сказала, что это лишнее и не стоит. Так вот, приехав в аэропорт, получая от него пропущенные звонки и сообщения. Я ему написала одно сообщение, что если ты так к нам хорошо относишься, как говоришь, ты бы сегодня был здесь. Ну вы же отказали, получается, да? Я сказала, что это лишнее и не стоит. Вот, вы не идете шаг за шагом. Вы сказали одно, а я жду, когда он догадается, сделает другое, завоюет и все это прочая история. Вы отказали человеку, сказали, не надо, но ждете, что он это будет делать. Здесь немножко диссонанс идет, да? То есть я отвечаю за свои слова, да? Это моя зона комфортная. Если я хочу, чтобы меня проводили, я об этом заявляю. Если я не хочу, я говорю, нет, не надо. Вы сказали, нет, не надо. Короче, вы понимаете, да? С дочерью прошли проверки в аэропорту, перекусили, уже стоим в очереди на посадку. И тут слышу объявления на весь терминал, слышу свое имя и фамилию, что-то на турецком, не могу разобрать слов. Снова объявляют меня, я стою с паспортом, посадочным, оглядываюсь по сторонам, еще взглядом, кто бы мог перевести на русский, но понимаю, что все прошли в самолет. Остались я и дочка, посадочные в руках, голос на весь терминал, который повторяет мое имя и фамилию. В самолете я все думала об этих двух днях и про историю в аэропорту. Я чувствовала, что здесь он замешан. Как потом оказалось, он приехал в аэропорт, но интернета у меня не было, и он не смог мне дозвониться, он ждал объявления, чтобы я вышла на связь с ним, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, вы хотели, вам что нужно? Мне нужно добиваться, мне нужна перчинка, накал какой-то. Вы сами, я вот сразу раскладываю по полочкам ваши отношения с ним, взаимодействие, очень популярно написано. Вы сами располагали, назовем так вот этим, вот эмоциональным моментом. С того момента мы с ним общались каждый день, и почти каждый вечер мы общались по видеозвонку. Иногда к нам присоединялась моя дочь, иногда они играли с ним в шахматы онлайн, словно мы были семьей. Спустя некоторое время он начал заказывать доставку цветов для меня, ребенка, сладости, игрушки, я никогда не оставалась без его внимания. Праздники, дни рождения и так далее. Он поздравлял не только словами, но и подарками, делал онлайн доставки, находил людей, кого-то из Турции, кто привозил мне подарки от него. Все как-то завертелось, что его в нашей жизни стало так много, словно он был там всегда. Но несмотря на все это, до конца я не доверяла ему, я считала бредом его слова о любви ко мне спустя месяц общения. Это потому что у вас проблемы с доверием, вам нужны какие-то роковые поступки, вот эти вот снять самолета, например. Я сказала нет, а он добивается, говорит да, вот эта история вам нужна на расстоянии, это невозможно. Поэтому вы его не подпуская к себе, вы оправдываете, ой да он не любит, да это фигня, да это фуфулы и так далее. Наступила весна, прошел почти год с нашего возвращения в Москву, я решила взять ипотеку для первоначальной суммы, мне не хватало около 130 тысяч рублей. Это было долгое и болезненное решение для меня взять ипотеку, но я понимаю, что это последний шанс, жилье все росло в цене. Я должна была успеть купить квартиру по еще нормальной стоимости. Все делалось очень быстро, это единственное жилье для меня, я обратилась к нему, деньги мне нужны были в тот же день, он сказал, что их сейчас нет, ему нужно время, чтобы их найти. Я сказала, что вот такое вот время и наступило, доказать, как ты действительно относишься ко мне, мне нужно сегодня и максимум завтра до обеда. Он мне помог, на что я его сразу заблокировала, глубиннейшей жизни для меня, все это было ожидаемо. Так, смотрите, смотрим на ваши действия. Я понимаю, общается, присылает цветы, 130 тысяч рублей, поймите, это не у всех есть деньги достать из кармана или если у человека есть сбережения. Теперь опускаемся к нему, он работает и живет в отеле. У него зарплата вообще невысокая, и я уверена, что у него не было 130 тысяч рублей из кармана, сегодня, сегодня условие, достать и положить, видите, вы опять отдаляя его, ставите жесткие рамки условия его поведения, ждете от него героического поступка. Он мне завершается, потому что нет этой возможности, я блокирую все. Спустя два месяца мы снова с дочерью поехали в отпуск, но в другую сторону, в Кемер. Фото я выставляла в соцсетях, он меня вычислил по ним, как вычислил, если вы его везде заблокировали. То есть, я знаю, значит, в инстаграмах всяких там вы его не блокировали в фейсбуках, да, значит, не до конца дверь закрыли. Скажу так, друзья, я его не добавляла, но и страница у меня не закрыта, ну вот она ответа. Да, мы начали общаться снова, я решила для себя от него ничего не ждать, в конце концов, он мне ничем не обязан, буду с ним общаться для души. Вот, подчеркиваем, он мне ничего не обязан. Храним эту мысль, читаем дальше. Он снова нам в отель заказывал цветочки, игрушки, баклаву. Ну, конечно, это очень приятно, что, что скрывать. Решил дочери сделать подарок, зная ее увлечения, динозаврами заказал. Трансфер до парка динозавров туда и обратно с входными билетами. До окончания отпуска, он всегда, кстати, через дочку подкатывает. Ай, классика прям, я думаю, молодец мужик, знает, как это делать. До конца отпуска оставалось три дня, он предложил нас забрать в Анталию, чтобы погулять по старой части города, потом остановиться в отеле. Я согласилась, в Анталии снял для нас для себя номера, погуляли, поели, сделали шопинг, платил за все он, переночевали. А утром поехали в отель, где он работал и подготовил для нас дочери номер с шикарным видом. Все чинно и благородно. Ребенок был доволен. Там аквапарк, хорошая анимация, веселая. В отеле мы остановились на день и впервые я его поцеловала за все это время. Он меня и пальцем не трогал. Я не хотела, если честно, я не была к близости готова с другим мужчиной на данный момент. Спустя три месяца он прилетел в Москву, остановился на колено, дарит кольцо. Прежде чем брать, я спрашиваю, кольцо в честь чего? Он сказал, в честь его любви. Я кольцо приняла, колечко с бриллиантами. Он предлагает поехать с ним в Стамбул, я соглашаюсь, мы вместе улетаем. Это были волшебные четыре дня для меня. Ко мне никогда так бывший не относился, столько нежности, галантности, уважения. Я так благодарна ему за такие чудесные времена. Супер молодец мужик. Я улетела к себе. Он вернулся в Анталию на работу. Все так же общаемся, все так же старается сделать неприятное. То деньги подарит, то еще что-то. Но суммы не такие уж и большие. Пять-десять тысяч рублей, если я скажу, что нужны деньги. Если я подытожить все, то я не вижу перспективы. У меня ипотека ежемесячная должна выплачивать 25 тысяч рублей. У меня есть ребенок. Отец ребенка никак не участвует в жизни ребенка. У меня есть мать. И слава богу, у меня есть здоровье и работа, благодаря которой я живу. А у него есть работа круглогодичная. У него есть дети, пусть и взрослые. У него нет своего жилья отдельного. И ему теперь 47 лет. С ним очень комфортно во всех отношениях. Такая, как есть. То есть, я полагаю, вы имели в виду, что вы такая с ним. Какая вы, если он с любой принимает? Он говорит, что переедет в Россию и будет работать, чтобы быть со мной. Но я против. На мой вопрос, а кем ты здесь будешь работать? Без знания языка, денег или уникальной профессии у тебя нет. Где ты будешь жить? Тогда он предлагает переехать к нему на мой вопрос, кто будет ипотеку платить, кто моего ребенка задержать. Отвечает, что он будет, если нужно, пойдет на вторую работу и что я буду работать тоже. Но если мы захотим и постараемся, все будет прекрасно. Снимем квартиру. Но я не хочу терять то, что у меня есть, я не знаю, как быть. Вот он в чем вопрос. Ах, я что могу сказать? Решать только вам, да? Разобрать историю. Я вот в моментах многих останавливалась. Что у вас в нем приезжает, что вам нравится? Что он внимание, романтик, подкатывает через ребенка. Так много красивого, приятного ощущения. Не так, как мой бывший. Маму вы называете, у меня есть мать, а не мама. То есть я делаю вывод, что мама особо в жизни, ну как бы она вас вырастила и так далее. Но как-то, ну, холодноватые отношения, вот так скажем, да? То есть я на них уже сейчас не рассчитываю точно на своих родителей. То есть папы-то не было. Ну и родители я имею в виду маму и ее семью, которые меня вырастили. И я живу с ребенком, плачу ипотеку только за счет того, что вот у меня сейчас работа есть. Условно я не болею, да, я могу зарабатывать деньги. Все логично, понятно? Да, здесь просто некая дилемма. Либо это романтик, который любит меня, принимает, но у него нет денег. Я не думаю, вот давайте по-честному, живя здесь, зная цены и все прочее, какая сейчас ситуация в стране. Он на все ради вас готов, я думаю, что он вас любит. Романтичный, прекрасный, галантный мужчина. Вот ваша поездка в Стамбул, подарки и все прочее, это то, на что у него есть финансы. И, скорее всего, дети, может быть, себе чем-то отказывают или их деньги эти не тратят на себя, тратят на вас. Плюс еще двое взрослых детей, которые тоже вообще-то при разводе. Папа и мама, если развелись, они 50 на 50 содержат детей или алименты выплачиваются. Если дети идут в институты, всякие курсы перед институтами, школы, вся история кружки, что оплачат, тоже платят они вместе. Это не так, что ты кинул, как у нас часто бывает, копеечные элементы и пропал. Типа выполнил, ты папой остаешься. Да нифига, тут очень часто, есть и такие здесь, но в основном траты эти делятся на твоих родителей. Вся работа, то есть, короче, это немалые суммы. Так вот, в отеле, вы так и не скажете, что он в отеле там делает, но я не слышала, что он был директором отеля, менеджером каким-то, управляющим или по персоналу что-то. То есть, где зарплата такая повыше будет. Вот, на данный момент, такая зарплата, я предполагаю, только в районе, если ты управляющий какие-то позиции в отеле, наемный ты сотрудник, 10-15 тысяч лир, ну, 15-20. А 20 и выше, это если ты руководитель какой-то прямо, или это твой бизнес, допустим, да. Потому что сейчас минималка в стране 5 тысяч лир, 5500 где-то. То есть, понимаете, это мрот турецкий, на данном, его недавно подняли, я в новостях о Турции рассказывала. С каких денег ему вам платить вашу ипотеку? То есть, это, я вот могу в реалиях здесь нарисовать, как вы переедете, что вы делать будете. Вы переедете в Анталию, пойдете на работу, на какую, не знаю, у него будет 2 работы, у вас еще одна какая-то. Ваш выход из ситуации, либо удаленкой работать, не знаю, какая у вас профессия, с чем вы занимаетесь, или на месте в Анталии вам надо найти хорошую работу, с хорошей зарплатой. Ну и к тому, что работать вам точно придется, и как папа Карло, и это вообще не дешевая история, я всегда говорила, перевозить там жен всяких из иностранных, содержать и оформлять документы и так далее. Принимать решение вам, что делать с этим, не знаю, но я вам, как бы правильно скажу, либо вам придется потерять, возможно, свою ипотеку, отказаться от нее, остановить эту систему, потому что вам нечем будет это платить, я не знаю. Либо у вас должна быть какая-то финансовая подушка, но как минимум тогда вы должны своей какой-то работой, которую найдете в Анталию, оплачивать хотя бы 25 тысяч рублей в месяц ипотеку, чтобы уж какое-то у вас там жилье было, то есть на что-то рассчитывать, если что, чтобы куда-то вернуться можно было. Поэтому вам переезжать в Анталию, ну не знаю, это точно, это ставить под угрозу свое жилье. Он в России чего будет делать, я тоже, кстати, не понимаю, он в основном сядет на вашу шоу, такого, что они все красиво рассказывают, я вот перееду, найду работу, лишь бы с тобой. Вот это все очень красивые слова, надо смотреть по факту. Я знаю турок, которые живут и в Москве, и в Питере и так далее, кто хочет, то всегда, да, заработает, но это первое время безденежье, трудности, язык и вся прочая история. Это очень большие трудности, это тяжело. Ему 46 лет, простите, тоже проводится не 36, не 36, а 46. 46 это почти 50. Это уже зрелый, назовем так, мужчина возрастной, да? То есть про работу я имею. Я в никаком случае возраста не обидеть ни к этому, да? Конкуренция, вообще в России проблемы сейчас с работой, очень много безработицей. Короче, конкуренция на работу, кому он где нужен будет, вот я к чему. Если только каким-то знакомым куда-то устраиваться, какие-то перспективы могут быть. То есть, не знаю, что от меня ждете, чтобы я сказала, что делать? Нет, никогда не скажу, что вам делать, принимать решение вам. Но это будет там и там трудно. Вам надо именно математически садиться, просчитывать финансовые возможности, работу, оплаты всякие, а не в облаках. То есть мой совет вам, частный, конкретно, назовем так меркантильно, просчитывать, кто что может, где выгоднее жить, где удачнее, про работу, возможно, заработка и так далее. Вот это вот все посмотреть. Ну и обратите внимание на свое истинное желание. Я не хочу менять то, что у меня есть. Вы не хотите никуда на самом деле переезжать. Вам хочется надежно хотя бы свою ипотеку платить у себя в Москве и так далее. На это обратите внимание на ваше желание. Пусть он под вас подстраивается, пусть переезжает, пробует. Если вы переедете, вы все потерять можете, вернуться вам не к чему, допустим, будет. А если он переедет к вам, ему не понравится плохо и не получится разругаться, он уедет. Но вы со своей ипотекой, со своим ребенком, у ребенка школа, все ваши социальные условия остаются теми же самыми. Ну пусть тогда он этим всем своей жизнью рискует. Вот и все. Я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии, чтобы вы посоветовали героине, как себя повести правильно, какой выбор правильный сделать в этой ситуации. Я в инфобоксе под видео оставляю свою почту. Кому нужна психологическая консультация, подпишите в теме письма, консультация. Я вам все вышлю, все условия. Спасибо за внимание. Всем пока.